Всем привет! Это новый небольшой видеообзорчик на программку, которая, возможно, будет интересна, ну, лично мне, для баловства, так. Называется Reflector. Есть также программы аналогичные, по типу AirPlay. Также есть некоторые функции в этой программе, которые есть в Apple TV. Ну, поскольку мне Apple TV, в принципе, ни к чему не нужно, то программка Reflector, в общем-то, с этим приблудами вполне справляется. Выглядит она вот так, работает в фоновом режиме. Можно ее настроить. Вот, собственно, здесь можно выбрать девайс. Не все, правда, здесь есть, но, как бы, в зависимости от скорости интернета, можно просто выбрать разрешение, которое вам больше подходит. Назвать ваш компьютер каким-либо образом, задать пароль, чтобы он показывал на весь экран, desktop background, чтобы на заднем фоне отображались исключительно вот эти вот горы, леса. Вот, или можно выбрать монолитный какой-то цвет. В общем-то, но я этого делать не стал, мне больше рабочий стол нравится. Потом нажимаете Done. В общем-то, в устройстве вашем iOS надо выбрать этот компьютер, так он и будет называться, как мы видели. И выбираем это устройство. В этом режиме он будет показывать только фотографии или видео, которые его показывают. Допустим, вот так. Я выбрал фото, оно сразу же проецируется на экран. Вот. Или также можно, я не знаю, там, какое-нибудь видео из интернета воспроизвести. Сразу же оговорюсь, что некоторые приложения по типу ВКонтакте или YouTube, они далеко не всегда корректно работают с этим приложением. Поэтому советую все-таки работать с браузером типа Safari, Google Chrome, Opera и так далее. Вот. Если вы хотите проецировать постоянно то, что происходит на экране, то выбирайте вот этот вот нижний пункт «Видео повтор». Вот. В этом случае он будет проецировать абсолютно все на экран. Вот. Допустим, какие-то приложения, игры, допустим, есть. Я не знаю, давайте запустим что-нибудь. Так. Вот. World of Tanks. Blitz. В общем-то, в зависимости от скорости интернета, соответственно, у вас будет с тормозами или без тормозов работать это приложение. В данном случае у меня небольшие абсолютно незаметные тормоза есть, но как бы это не принципиально. Разрешение, соответственно, выбрано тоже небольшое, чтобы этих тормозов, в общем-то, избежать. Вот. Ну, допустим, попробуем на каком-нибудь танке поездить. Вот. Звук, соответственно, проецируется тоже на компьютер с iOS-устройством. Он не идет в момент того, как вы проецируете. То есть на данный момент у меня в наушниках играет музыка из этой игры. Ну, собственно, поехали. Сразу говорю, что я не сильный игрок в эту игру, поэтому если меня сразу пронесут, то не кидайте помидорами. Так, скорее всего, отсюда кто-то должен выехать, раз тут так народ выжидает активно. Так, кого-то уже вынесли из противников, и это хорошо. Большая вероятность того, что меня сейчас сходу не вынесут. Хотя. Кто у нас там? Тяжелый танк или какой? Оп, какой шустрый. Так, и меня, походу, заметили. Так, все скопом напали на него. Так, сейчас я тоже, наверное, скопом на него сверху. Так, ага, все, пробил. Пробил, убил, и все хорошо. Так, ну ладно, что-то я заигрался. Значит, я думаю, без меня там самерс берутся. Там уже и так все пошло как надо. Итак, допустим, если взять какое-нибудь приложение, допустим, вот YouTube, и попробовать с него воспроизвести какие-нибудь видео, то оно, в общем-то, не факт, что нормально воспроизведется, если его запустить. Ну вот, как сейчас, например. То есть показывает, что не может воспроизвести, хотя вот по факту на iPad оно воспроизводится. Вот. Поэтому, в общем-то, я советую все-таки воспроизводить их из обычного браузера, скажем, Safari. Так, ну допустим, Павел Волю, пускай, будет. Так. Вот здесь выбираем видеоповтор. И нажимаем воспроизвести. И вуаля. Соответственно, звук идет из компьютера. То есть на колонки большие или наушники, что у вас там стоит. На iPad в это время ничего не происходит. По крайней мере, зрительно. Ну, в общем-то, как-то так. То есть об этой программке, в общем-то, больше нечего говорить. Эта программка для того, чтобы на всеобщий обзор предоставить какие-то фото, видео или просто показать экран, чем вы там занимаетесь. Вот. Поэтому она может быть, в общем-то, интересной для обладателя iOS устройства и Mac OS X на компьютере или оригинальный Mac. Как бы это не имеет значения. Так, значит. Ну, в принципе, наверное, еще пару слов вот об этой программке. Тоже достаточно интересная штука. Вот. Она чистит компьютер. Ну, как бы вы сами смотрите, настраиваете, как она и что чистит. То есть очистка фото, очистка общей системы. То есть запускаете скан. Вот. Она сканирует все, что у вас на компьютере есть лишнее. Вот. И предлагает вам на выбор, что можно почистить. Соответственно, корзина у меня там что-то забилась. Какие-то системные, какой-то мусор. Вот. В общем, нажимаете очистить. Открывать не буду. И вот пошла очистка. Также это и динсталлятор. В общем-то, если вдруг какие-то там программные остатки есть, ну, допустим, выбрали драйвера аудио. Вот. И он удаляет все, что находит под это дело. Ну, опять-таки, имейте в виду, что все-таки программы не всезнающие, поэтому кое-какой мусор придется самим удалять. Допустим, он может удалить app-файл, но может не удалить компоненты. Допустим. Посмотрим. Так, ну, давайте программу. Так, у меня тут... Так, ну. Что тут есть такое из программ? Ну, допустим, Logic Pro. По идее, в общем-то, вот Logic весь. Но, по факту, там есть еще несколько папок, которые расположены в библиотеке. Соответственно, их он удалять не будет. Вот, библиотеки. Preferences. И здесь где-то должен быть... Должны быть настройки лоджика. Ой, извиняюсь. Application Support, по-моему, там. Да. Вот. Соответственно, вот это все он трогать не будет, и поэтому, если вы будете неинсталлировать, то, скорее всего, он удалит просто app-файл, совсем его содержимый, а ту папку оставит. Соответственно, если вы будете заново ставить Logic, то все настройки от прошлого у Logic останутся там же. Вот. Ну, это как бы у всех программ по-разному. Какие-то удаляются проще. Вот. Поэтому, в общем-то, достаточно полезная программка. Так. Ну, это как бы не для всех нужная программа, в общем-то. Так. В общем-то, с помощью вот этой программы сейчас записывается видео. Хорошая вещь достаточно. Настраивается тоже достаточно элементарно, но я сейчас не смогу показать вам прям все настройки. Вот так. Чего-то по минимуму только. Вот. Пишет достаточно в хорошем качестве. Качество вы тоже выбираете сами. Memory Keeper. Программа, в принципе, хорошая. Она вот здесь вот располагает значок свой, если вы выберете эту функцию, и будет держать вас в курсе, сколько у вас оперативной памяти осталось. Мне это полезно тем, что, допустим, делать и громоздкие проекты, дабы не было никаких там паник, или предупреждений, можно, в общем-то, его запустить. И он, в общем-то, начинает все, что не нужно, вычищать. Ну, немного, правда, периодически. Хотя иногда бывает прям очень много вычищает. Так же его можно настроить, чтобы он, допустим, при какой-то, на ваш взгляд, критической массе загруженности оперативной памяти начал автоматически очистить память. Это тоже можно сделать в настройках. Так, ну, iMovie, iFoto, я не знаю. Ну, так, пару слов скажу. Достаточно хорошие программы, на мой взгляд, для тех, кто обладает iVos-устройствами, чтобы не пользоваться постоянно iTunes. То есть, с помощью iFoto можно, допустим, сливать ваши фотографии с iPad'а, не синхронизируясь, с помощью iMovie, соответственно, видео. Так же их можно по ходу обрабатывать, как-то упорядочивать, или там какие-то альбомы создавать свои. Это тоже, в общем, достаточно просто. Вот. Здесь, допустим, есть какие-то вот готовые библиотеки, что-то, чего-то. Вот, в общем-то, лица, последние загрузки и так далее. То есть, в принципе, можно смотреть, как это распределять их, обрабатывать, или сохранять на рабочий стол. То есть, как только вы их импортировали с своего iVos-устройства, то можно их уже импортировать непосредственно с iVos-устройства. Он не импортирует, есть такой баг, я не знаю, или недоработка. То есть, сперва он сохранили, он их сохраняет в большие архивы. Находятся они, в общем-то, в системной библиотеке. Так. Так, так, пользователи. Олька. Так, так, так. Изображение, наверное, что-то логично. Да, все здесь находится. Вот. Ну, вот, собственно, здесь. iPhone, в общем-то, и открывает этот файл. Вот. То есть, оно их такими блоками держит, из которых можно все импортировать просто банальным перетягиванием на рабочий стол из iFoto. Сайлы, в общем-то, ситуация та же самая, и также можно обрабатывать, делать фильмы и так далее. В общем, достаточно полезная программа. Так, ну, с Geekbench, я думаю, все знакомы. Это подсчет мощности. Я не буду сейчас это подсчитывать мощности. Она где-то около 5000 на этом компьютере. Ну, вот. Ну, при том, что запущена программа, я думаю, будет и того меньше. Так, ну, в общем-то, на этом, наверное, и все. Если какие-то вопросы, задавайте. Надеюсь, будут еще новые обзоры. Всем спасибо за просмотры. Пальцы вверх или вниз. Вот. И подписывайтесь. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok